Виталий, вот вся ситуация вокруг предстоящего саммита в Швейцарии, саммит мира. Общее Ваше представление о том, насколько этот саммит значим, насколько то, что вкладывает в него сейчас, а мы видим сейчас те усилия, огромные усилия, которые вкладываются в подготовке этого саммита политического руководства Украины, и прежде всего президента Украины Владимира Зеленского. Как Вы считаете, оно стоит того, насколько этот саммит действительно будет эффективен для решения главного вопроса, выживания Украины как государства, украинского народа как народа? Вы знаете, я думаю, что мы прекрасно с вами понимаем, что такого рода конференции не оканчивает войну. И это совершенно очевидный момент, о котором тоже нужно сказать, потому что, так или иначе, эта встреча в Швейцарии, она, я думаю, задумывалась как некая демонстрация общей международной позиции относительно поддержки плана Украины. Потом появилась идея, что должно быть как можно больше стран, а если как можно больше стран, то среди них будут страны глобального юга, которые даже если приедут и не захотят портить отношения с Россией, поэтому нужно сосредоточиться на каких-то конкретных моментах, которые не вызывают ни у кого вопросов, там ядерная безопасность, продовольственная безопасность, похищение детей, но тут уже могут быть проблемы, потому что не все страны захотят прямо обвинять Россию в участии в похищении детей, потому что это тот самый ордер на арест ГАГского трибунала, который был выписан в адрес президента России Владимира Путина. Но я изначально, я вам честно скажу, я изначально не считал, что подобные конференции могут привести к ощутимых результатам. Вот почему. Сам механизм этих конференций, он был выработан тогда, когда готовилось украинское контрнаступление, и многие политики и в Украине, и на Западе говорили о том, что после этого наступления, в случае, если Украине удастся освободить еще часть своих территорий, особенно пробить коридор Крыму, то в этом случае Россия будет заинтересована в переговорах, и нужно будет предложить ей некую платформу, которая будет не просто украинской платформой, а платформой мирового сообщества. Я считал, что в случае, даже если украинское наступление завершится каким-либо большим успехом, это ни к каким переговорам не приведет, потому что та станция, на которой Россия вообще считала Украину независимым, суверенным государством, давно пройдена, и Россия воспринимает Украину в качестве сепаратистского образования, которое должно быть уничтожено, и никаких переговоров между Россией и Украиной не будет вообще. И если будет наступление и успешное, значит Россия будет готовиться к тому, чтобы отвоевать что-то или захватить еще что-то, вот и все, что будет. И поэтому я изначально считал весь этот механизм встреч советников по национальной безопасности, который должен был привести к саммиту мира, не тем путем, который приведет к каким-то реальным переговорам. И я не считал, что у международного сообщества, у всех его членов, есть хоть какие-то инструменты для влияния на Россию. Я это и тогда говорил. Но после украинского наступления, когда стало ясно, что фронт застыл, в конце концов, с 2022 года и особо не продвигается, я думаю, что даже у западных сторонников такой модели исчез энтузиазм и интерес. Почему было принято решение провести такую встречу на высшем уровне? Кто какими мотивами руководствовался, я не знаю. Может быть, тогда приобретала идея проведения такого красивого саммита с участием большого количества государств, которые поддержат украинскую позицию. Но в конце концов, на Генеральной Ассамблее ООН, территориальную независимость, то есть территориальную целостность Украины поддерживает подавляющее большинство членов. По-моему, только 7 проголосовало против государств, членов ООН, включая Россию, против резолюции, которая говорила о территориальной целостности Украины. И что? И ничего. Но теперь интересный вопрос. Если бы этого саммита не было, его бы нужно было выдумать. Потому что украинское руководство неожиданно для себя оказалось в условиях самого настоящего дипломатического противостояния с Китаем. Не с Россией даже. Потому что Россия как бы прячется, Путин прячется за Си Цзиньпина. Знаете, как такой вот мелкий хулиган прячется за своего, там сказать, отца или покровителя, чтобы ему там не накостыляли. Китай пошел в дипломатическую атаку. Причем, я бы сказал, серьезно подготовленную. Атаку, которая привела к тому, что часть стран-членов БРИКС отказалась присылать свои делегации на саммит Швейцарию. Что Бразилия поддержала китайское видение окончания войны, которое, по сути, есть замораживанием конфликта. И я думаю, что это главный позитивный результат. Понимаете? Главный позитивный результат для любого политического руководства, особенно для политического руководства неопытного, такого, как украинское, это отсутствие иллюзий. Вот я на протяжении нескольких лет подряд говорил, Украине необходимо развивать отношения с Тайвань. Потому что если мы будем развивать отношения с Тайванем, если мы создадим у себя представительство Тайбейской комиссии, если мы будем посылать туда парламентские делегации, по крайней мере, мы будем вызывать у Китая интерес. Китай будет задавать вопрос, а что мы можем сделать, например, чтобы наша делегация, ваша делегация не была на инаугурации президента Тайвань. И если мы можем сказать, вы знаете, хорошо, спикер нашего парламента не поедет на эту инаугурацию, поедет вице-спикер или представитель комитета по иностранным делам, но тогда мы хотели бы видеть вашего заместителя министра иностранных дел на саммите в Швейцарии, то вместо этого китайского видения окончание войны. Сейчас у украинского руководства было бы китайское согласие участвовать в этой встрече. А когда ты ничего не можешь предложить взамен в политике, а тебя, как правило, вытирают ноги. Такой и закон жизни. И вот теперь, я думаю, что этот вывод будет сделан, потому что еще несколько недель назад главной целью украинской внешней политики, я не шучу, было не рассердить Китай. Примерно так же, как главная цель украинской внешней политики примерно до 2022 года, ну, может быть, до 2021, главной целью, я бы сказал, президентства Владимира Зеленского, было не рассердить Россию. Но теперь Владимир Зеленский, как человек эмоциональный, как человек, который видит, к чему приводят те или иные неоправдавшиеся ожидания, достаточно жестко высказывается о Китае, говорит о том, что Китай срывает саммит мира. Это все правда. И это уже позволяет, возможно, украинскому руководству более реалистично и украинскому обществу более реалистично посмотреть в будущее. Потому что до этого момента была какая-то детская надежда, что мы можем как-то обойти Запад в будущем, а Китай даст нам денег. И когда я говорил, Китай вам даст денег только, если вы согласитесь на условия существования с Россией, потому что без России Китаю не нужны бы просто нагрузка к России, как, значит, какой-то завтрак туриста с шпротами, нагрузка килограмму гречки. Вот вы просто завтрак туриста со шпротами. Но вы не турист в данном случае. То теперь, я думаю, что есть четкое понимание, что никакой Китай, ни с какой Украиной, никаких отношений вне своих отношений с Россией развивать не будет. И что единственная сила, способная способствовать сохранению украинского государства на политической карте мира, это Соединенные Штаты и Запад. И это в целом. И это вот тоже стало ясно по мере подготовки к этому саммит. Потому что совершенно не важно, сколько там будет делегаций. Совершенно не важно, с кем встретится президент Украины и с кем не встретится. Важны государства, которые дают деньги и которые дают оружие. Поэтому я в принципе считаю, что попытки Украины наладить какой-то особый диалог с глобальным югом, считая, что это имеет хоть какое-то отношение к окончанию войны, это чистой воды политический инфантилизм. Потому что глобальный юг, если говорить серьезно, это не какой-то там союз государств. Есть страны глобального юга, которые поддерживают хорошее отношение с Западом, которые союзники Запада. И их не нужно ни в чем убеждать. Ни в чем. Южная Корея помогала нам, как известно, снарядами. Президент Филиппин встретился с президентом Украины в Маниле и пообещал прибыть на саммит мира. И таких примеров можно привести достаточное количество, но не очень большое. А те страны, которые ориентируются на Китай, они союзниками Украины не собираются быть в любом случае. Это очевидно, мне кажется, тоже факт. Да, удивительное дело. Я в течение месяца, последнего месяца, постоянно общаюсь с украинскими журналистами и пытаюсь им, пытаюсь их спросить, а в чем смысл, где дорожная карта, где ступени, где причинно-следственные связи, которые ведут от этого саммита мира к победе Украины, или по крайней мере к какому-то миру и защите украинского суверенитета. Я их не вижу. И попытки мои выяснить это у украинских журналистов, украинских экспертов ни к чему не привели. Но с другой стороны, заметьте, как заволновалась Россия. То есть оказалось, что Россию дипломатический успех волнует не меньше, чем военный. И что в России сама идея проведения этого саммита воспринимается как идея дипломатической изоляции самой России. И я бы вам, кстати, хотел напомнить, Игорь, что было нечто подобное с Крымской платформой. Тоже, в общем, Крымская платформа была просто форма, на которой иностранные лидеры говорили о том, что признают Крым частью Украины. Никто не говорил, идите отвоевывайте Крым. Никто не говорил, мы введем новые санкции против России, если она не откажется от контроля над Крымом. Но это проведение форума Крымской платформы в 2020 году, кажется, если я не ошибаюсь, в 2021 году, на юбилей украинской государственности, она вызвала бешенство в украинских политических кругах. Это же мы тоже помним. Я здесь... Да, я почему сейчас попросил слова, потому что я, на самом деле, думаю, что судить о реальной угрозе для России по реакции российских пропагандистов и российских политиков, мне кажется, бывает ошибочно, потому что они просто воспринимают вот эту конференцию, так же, как и Крымскую платформу, воспринимали как еду, как пищу для своей, так сказать, для своей управляемой истерикой. То есть это вот повод поорать, повод покричать. На самом деле, никакой угрозы, они, конечно, от этого не... Более того, это в какой-то степени подбрасывает, значит, им дровишки в костер, так сказать, той ненависти, которая к Украине, которую они разжигают. Поэтому я не уверен в том, что... Вот когда говорят, что Москва боится этого саммита, я думаю, что это большая ошибка. Значит, более того, Москва очень... Киев, Кремль, вернее, очень рад тому, что у них теперь появилось еще более тесное сплочение с Китаем, и они вместе с Китаем имеют общее дело. У них с Китаем не так много общих дел. Значит, в экономике там те самые... Только, значит, эти самые говяжьи хрящики остались от... Ну, это грубо, конечно, но тем не менее. А вот сейчас у них появилось общее дело раскалывать мир пополам. Коллективный, значит, западная цивилизация, которая евроатлантическая, которая оказывается в явном меньшинстве, если брать по численности. А здесь, с другой стороны, глобальный юг или тот самый глобальный восток, который не географический, а политический и культурный. И здесь это... Путину это очень даже на руку. Поэтому я считаю, что здесь Путин вполне себе может быть довольным этим... результатом этого противостояния. Как вы думаете? Я думаю, что не совсем. Я еще раз говорю. В России всегда очень болезненно относятся к такого рода вещам, потому что российское руководство, вы, по-моему, забываете об этом, тоже живет в мире собственных иллюзий. Ведь они же в 2014 году совершенно искренне считали, что придет момент и все признают Крым российским. Они же это говорили. Ну вот еще там несколько лет, еще несколько лет. Это главное захватить и аннексировать, а все там придут и согласятся, никакого другого выхода у них не будет. Кстати говоря, еще одним очень ярким примером такой политической ошибки является история с Северным потоком-2. Вот на самом деле я говорил до введения в эксплуатацию этого газопровода, что после того, как он будет достроен, начнется большая война в Европе. И многие, опять-таки, не соглашались с этой точки зрения. Но я не думал, что Путин начнет воевать до момента, пока этот газопровод получит сертификацию. Ведь на самом деле оставалось всего ничего, дотерпеть, пока он получил бы возможность перекачивать через него газ. И если бы он такую возможность получил, а мы видели, что Северные потоки продолжали работать даже после нападения России на Украину достаточно продолжительное время, и они перестали работать только после подрыва, то в принципе Россия могла бы обойти украинскую газотранспортную систему полностью. Но он не считал, что сертификация является каким-то важным моментом. Он вообще после того, как был подорван Северный поток-1, предложил перекачивать российский газ по Северному потоку-2, не введенному официально в эксплуатацию. И говорил, ну и что такого? И что оно же работает, почему по нему нельзя? То есть они по большому счету этим подрывом Северного потока-1 хотели как раз доставить Запад принять в эксплуатацию Северный поток-2, потому что у вас нет другого выхода. Мы недооцениваем очень часто ту реальность, которая сформирована в их голове и которая к подлинной реальности никакого отношения не имеет. Поэтому этот саммит мира и может казаться совсем другим мероприятием. Вот вы его так анализируете, а они могут анализировать его иначе. Они могут анализировать как попытки Соединенных Штатов, даже не Украины, привлечь на свою сторону как можно больше государств, у дел которых находиться в сфере влияния Китая и России. И вот поэтому, кстати говоря, Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики, ну я бы сказал, обзванивает, но они, конечно, не обзванивают, они рассылают письма во все важные для них посольства, где требуют не только не ехать на сами, но еще и признать китайско-бразильский консенсус по окончанию войны. Единственным возможным вариантом. Если бы их это не интересовало, они бы этого не делают. Их это именно что интересует. И опять-таки, действительно, можно сказать, зачем им это надо, когда они идут в наступление, а потому что им нужен политический результат. Они прекрасно понимают, что просто силового результата недостаточно. Поэтому Путин с первых дней этой войны все время говорит, война может окончиться только если Украина признает наше право оккупировать ее территорию. Украинский, российский статус Крыма должен быть признан, Донбасса, Херсона и Запорожья. Вот это первое условие, потому что это первое условие меняет само международное право. Вот фактически оно уничтожено. Фактически признанных границ в Европе больше нет. Но ему нужно, чтобы это было оформлено официально, потому что это будет антитеза Хельсинскому акту. Вот если Хельсинский акт гарантирует нерушимость границ в Европе, то ему нужно такое соглашение, которое бы гарантировало, что можно границы изменять силой. И что государство, у которого границы отобраны, территории отобраны, рано или поздно согласится с фактом, что это произошло. Я не уверен, что нам сейчас надо начать копаться в американской социологии. Насколько вероятен приход Трампа в Белый дом, я думаю, мы согласимся с тем, что он вероятен. Чем это грозит? Прежде всего, чем это грозит Украине? Я сейчас не говорю о мигрантах, не говорю, так сказать, о внутренней экономической политике Соединенных Штатов Америки. Прежде всего, вопрос Украины. А чем это грозит? Во-первых, я вам должен напомнить, что сейчас только июнь 2024 года. Трамп станет президентом, если он выиграет выборы, только в феврале 2025. До этого времени еще очень многое может произойти, вплоть до прекращения огня и перемелия. Раз. Второе. Я считаю, что в голове у Дональда Трампа картина мира, которая тоже может не соответствовать реальности. Он может считать, что он способен договориться с Путиным относительно Украины, потому что у него есть, что Путину предложить. А потом может оказаться, что то, что он хочет предложить Владимиру Путину, самого Владимира Путина не сильно интересует. Это тоже может быть объективная реальность, о которой тоже стоит помнить. Потому что так или иначе, так или иначе, у Владимира Путина есть политическая цель, которая для него важна, а Дональд Трамп может не осознавать важности этой политической цели, для Владимира Путина. Это второй момент, о котором тоже нужно помнить, когда мы говорим о президентстве Трампа. Третий момент. Мы не знаем, как поведет себя Дональд Трамп в случае, когда он поймет, что Владимиру Путину неинтересно его предложение. И Дональд Трамп сам не знает. Но мы знаем, что Дональд Трамп человек с крайне развитым эго. Это никто не будет отрицать. Ни сторонники, ни противники. И эго Дональда Трампа, это смысл его личности. И мы очень хорошо с вами помним саммит, кажется, в Сингапуре, когда Дональд Трамп приехал, уверенный в том, что Ким Чен Ын примет его предложение. А потом Ким Чен Ын оказался не тем человеком, который жил в голове Дональда Трампа, а реальным Ким Чен Ыном из Пхеньяна. И он сказал, ну значит сделки не будет. И ушел. Хотя опять-таки мы теперь знаем по мемуарам Джона Болтона и других трамповских тогдашних советников, что они долгое время отговаривали президента от этой встречи. Они уверяли, что ничего из этой встречи не будет. Но Трамп был уверен в своем эго и в своем обаянии. А когда столкнулся с реальностью, встал и вышел. Он не стал Ким Чен Ына уговаривать. Может быть то же самое будет и с Путиным. Как будет дальше вести себя Трамп, когда у него будет оскорблено его эго, мы не знаем. Опять-таки это может быть процесс. Ни одного месяца и ни одного дня. Так что говорить об угрозах для Украины, я думаю, нужно не в этой связи. Я думаю, что вопрос не в Трампе и не в Байдене. Вопрос в том, что если у Запада нет видения окончания этой войны, это главная угроза. Вот мы прочитали в журнале Тайм. И это гораздо важнее, чем избрание в Трампа. Слова президента Байдена о том, что главная цель Соединенных Штатов, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Но вместе с тем он не считает, что это должно быть связано со вступлением Украины в НАТО. И мне просто интересно было бы узнать, это просто любопытно, а какие гарантии безопасности Джозеф Байден хочет предложить Украине, чтобы обеспечить то, что Россия никогда ее не оккупировала. Ну реально. Вот если сказать реально. Вот есть государство в 30 миллионов человек. Если оно не получит гарантии безопасности, то конечно большое количество людей выйдет из него после войны. Если европейцы перестанут принимать, но выйдет какие-то другие страны. Точно не останется ждать следующей войны. Тем более после того, как оказалось, что границы государства могут быть закрыты наглухо, и что сама идея выезда из государства будет выглядеть как преступное намерение, я уверен, что миллионы людей покинут Украину после войны. Даже те люди, которые готовы были бы ее защищать в критический момент. Потому что само осознание жизни в закрытом государстве, мы это знаем по советскому опыту, всегда людей, которые думают о своем развитии, о своих будущем и так далее, заставляют уезжать. Так будет и сейчас. Эта ошибка уже допущена, ее уже не исправить. Но мы не об этом сейчас говорим. Вы сказали две вещи, которые я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Во-первых, вы задали вопрос, а что может быть гарантией? Ведь сейчас, насколько я понимаю, вот сейчас я как раз хочу вас спросить. Значит, у нас предстоит встреча, Байден же обещал, что Украина и Соединенные Штаты Америки заключат договор о безопасности. И содержание этого договора как раз может, в принципе, быть некой гарантии. Потому что Израиль не является членом НАТО, но тем не менее, у Израиля с Соединенными Штатами Америки довольно увесистый договор, который реально, на самом деле, защищает Израиль. И Соединенные Штаты Америки оказывают помощь Израилю, такую, которую они не оказывают ни одной другой. Израиль не воюет с ядерными державами. Это правда. Израиль находится в другом географическом положении. И Израиль имеет договор с Соединенным Штатом, который является юридически обязующим. Те договоры о поддержке, которые сейчас подписывает Украина с различными западными странами, это не договоры о гарантиях безопасности. В этих соглашениях никаких гарантий безопасности вообще не прописывается. Они не ратифицируются парламентом. Поэтому могут быть отозваны в любой момент. И, что самое важное, эти договоры просто подразумевают военную и финансовую поддержку Украины в случае нового нападения на нее. Ну и только. Так что я вообще от этого договора Байдена Зеленского вообще ничего не ожидаю. Ну мы пока не знаем, не видели этого договора. И я тоже с большим скепсисом отношусь к тому документу, который Байден выдаст городу и миру. Ну то, что требуется от него Конгрессом Соединенных Штатов Америки в связи с выделением помощи 61 миллиарда долларов. Там он должен предъявить свое понимание, свое видение окончания войны, своих целей. Зачем ему нужны эти 61 миллиард долларов? И в общем это то, что должно появиться как документ. Не как слова, а как документ. И вот тут тоже вопрос. Я все-таки жду, когда этот текст появится и можно будет хоть что-то анализировать. Ваши ожидания от этого, это что будет? Там же должны быть прописаны... Я не знаю, что это будет. Я не вижу пока у Соединенных Штатов никакого видения окончания войны. Потому что я еще раз считаю, я считаю, что видение окончания войны это способность добиться окончания военных действий и предоставить Украине такие гарантии безопасности, которые заставят Россию отказаться от дальнейших нападений на нее. Даже в случае, если не удастся освободить всю украинскую территорию, оккупированную агрессором. Единственной реальной гарантией безопасности является членство в НАТО. Ни одна из стран членов НАТО пока что не может предоставить гарантии безопасности вне НАТО, которые могут привести к ответу по ней самой. Потому что вот как вы себе представляете, вот одна из стран НАТО, допустим, Соединенные Штаты, или Великобритания предоставляет Украине такие гарантии безопасности, которые позволяют им вступиться за Украину непосредственно. Соединенные Штаты же не воюют в Израиле. А потом Россия наносит, например, удар по американским объектам в Европе. Это означает, что НАТО должно отвечать России, если перед этим был удар с территории этих американских объектов по России в рамках Американо-Украинского соглашения? Или не означает? Тогда какая разница, принимать Украину в НАТО или нет? Если Соединенные Штаты могут для себя принять обязательства, дублирующие пятую статью НАТО вне НАТО, тогда в НАТО нет никакого смысла. Ведь вся идея, это солидарность союзников, никакого отдельного соглашения такого рода в Европе, по крайней мере, быть не может. Соединенные Штаты могут принимать такие попытки где-то в юго, в Тихоокеанском регионе. Они могут заключать такие союзы с Южной Кореей, Австралией, Японии. Но это как раз подразумевает, что европейские страны не будут участниками конфликтов. А вот тут европейские страны как бы должны быть участниками конфликтов, потому что они размещают у себя американские базы, чтобы эти американские базы их защитили, но не для того, чтобы с этих американских баз наносился удар по третьим странам. Виталий, вы несколько раз в наших беседах еще до этого говорили о том, что вы, я так понял вас, поправьте меня, если я ошибся, что вы видите какие-то шансы вступления Украины в НАТО в обозримый период. Я просто настолько не вижу... Я говорил о другой схеме. Я говорил о том, что я считаю, что Украина могла быть приглашена в НАТО и что на время, пока это приглашение длится, оно может быть реализовано, по моему мнению, только после того, как Украина окончательно определится со своими границами. Украина получила бы гарантию безопасности от Соединенных Штатов Великобритании и Франции, например, как от ядерных держав, для той территории, которую контролирует легитимное украинское правительство. Вот примерно так. Виталий, я прошу прощения, я хотел бы, чтобы вы уточнили свою позицию. Вы считаете... Просто я понимаю, что это хорошо, то, что вы говорите, это прекрасно. Просто я считаю, что это абсолютно невозможно, потому что для этого нужны два шага. Первый шаг – это сегодняшнее, а мы имеем то правительство в Украине, которое есть, сегодняшнее украинское правительство должно сказать, что оно отказывается от признания украинской территории оккупированную часть россиянами, и на этом основании будет принято в НАТО. Частично. Нет, это совершенно не так. Опять-таки, вы все время искажаете эту мою позицию уже не в первый раз. Украина может быть приглашена в НАТО во всей своей территориальной полноте. А гарантии безопасности те странами, которые захотят их дать, будут даны для той территории, которую контролирует легитимное украинское правительство. А само вступление Украины в НАТО состоится после того, как будет окончательно решен вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Вот Украина в таком статусе может пребывать долгие годы. Хоть 30 лет. Если не удастся эту территориальную целостность восстановить военным путем, он будет изгнан политический путь восстановления ее территориальной целостности, то действительно, тогда украинского государства будет выбор либо отказаться от собственных территорий, что я не считаю абсолютно правильно, либо оставаться в роли кандидатов члены НАТО до решения этой проблемы, ждать политических перемен в России, если хотите, как их ждали балтийские страны. Я думаю, что вопрос восстановления территориальной целостности Украины это вопрос ближайших 30-50 лет, а не двух или трех. Потому что никаких других путей восстановления территориальной целостности Украины, кроме военных, с этим политическим руководством России не существует. А ресурсов для полного восстановления территориальной целостности, в том числе и демографических, у Украины сегодня нет. Есть ресурсы для того, чтобы остановить украинское российское наступление и сохранить контроль за большей частью территории страны или скажем так точнее за большой частью территории страны потому что мы не знаем как будет развиваться дальнейшее военное действие вот эти ресурсы есть других ресурсов нет и не возникнет в ближайший год но и россия как мы видим истощается у нее и весь ресурсы для защиты тех территорий которые она оккупировала но у нее нет ресурсов для того чтобы оккупировать большую часть территории украины значит рано или поздно в войне наступит политическое военное социальное экономическое и демографическое истощение сторон это совершенно очевидный факт и мы являемся свидетелями этого факта уже он на наших глазах происходит поэтому в двадцатые годы 21 столетия произойдет это истощение и будет открыт путь для предоставления украине гарантии безопасности реальных а не те которые сейчас подписываются какие если среди союзников по нато будет консенсус о приглашении украины в нато это приглашение должно будет сделано быть с этим украинским руководством следующим которое будет избрана по окончании военных действий это не имеет никакого значения и в этом случае соединенные штаты великобритании франция может быть только соединенные штаты и франция не знаю это вопрос там как государством которые захотят дадут реальные гарантии безопасности собственной защиты этой территории собственной не помощи а собственной защиты для той территорий которое на этот момент будет под контролем украинского государства при этом будет даны четкое объяснение что в случае если украина сама начнет военную кампанию по освобождению своих территорий страны гаранты в этой компании участвовать не будем они будут только в обороне Украины. И что страны-гаранты признают территориальную целостность Украины от Ужгорода до Ялты. И что вступление Украины в НАТО по консенсусу союзников может состояться только после окончательного решения вопросов территориальной целостности. Так может быть, а может быть и не так. Виталий, что такое страны-гаранты? У нас были страны-гаранты в Будапештском меморанты. Нет, они не были странами-гарантами, в Будапештском меморанты не был прописан как гарантии участия этих стран в защите Украины. А страны-гаранты, это для того, чтобы понять, что такое страны-гаранты, достаточно почитать те соглашения, которые были заключены Соединенными Штатами с Финляндией и Швецией после их приглашения в НАТО. Украина, когда она отказывалась от ядерного оружия, она вовсе не собиралась никуда вступать. И страны-гаранты, ядерные страны Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Российская Федерация и Китайская Народная Республика, они говорили о том, что они гарантируют, так сказать, украинскую безопасность в случае, по сути, нападения третьих стран и в случае возможного применения против Украины ядерного оружия. В Бедапештском меморандуме нет никакого механизма действий, в случае, если одна из стран-гарантов становится нарушителем этого соглашения. Это общее. Так что это никакие не гарантии. Бедапештский меморандум — это естественное следствие той ошибки, которая была допущена украинским руководством в 1991 году, когда после референдума независимости Украины новый президент страны Леонид Кравчук принял решение о присоединении к Содружеству независимых государств. Если бы этого решения не было, если бы не было бы решения общего Российской Федерации Украины, Казахстана и Беларуси о том, что ядерное оружие должно оставаться в одном центре и должен быть общий контроль над этим ядерным оружием, если бы после этого руководство этих стран Украины, Беларуси и Казахстана решили отказаться от этого общего контроля в пользу создания собственных вооруженных сил и отказа от ядерного оружия, была бы совершенно другая ситуация. Но тем не менее, мы уже что сделали, то сделали. Если бы мы не поступили в СНГ, мы самостоятельно бы решали вопрос отказа от своего ядерного арсенала. И тогда получили бы гарантию от Соединенных Штатов, не от Российской Федерации. Потому что мы могли бы передать ядерные арсеналы не Российской Федерации, а Соединенным Штатов. И тогда мы могли бы вступить в НАТО, но у нас было совершенно другое общество тогда, об этом даже и речи не было. Большинство моих соотечественников в 1994 году проголосовало за президента с отчетливо пророссийской программой развития страны. И делало это еще несколько раз. Я вам хочу напомнить, что вообще большинство в Украине за вступление в НАТО появилось только после 2014 года. До 2014 года мы имели дело с абсолютно аморвным постсоветским обществом, которое вообще не понимало, где мы находимся. А многие до сих пор не понимают. Вообще, прямо скажем, такой опции передачи ядерного оружия Соединенных Штатов Америки просто не было. Тогда не было, да. А почему не было? Потому что мы были частью общего командования. Вспомните, как это было в 1991 году. Ядерный чемоданчик был один у президента России, а другой у президента, у главнокомандующего объединенными вооруженными силами СНГ маршала Евгения Шапошникова. И ядерное оружие могло применяться, только в случае согласия всех руководителей стран СНГ. Потому что ядерного чемоданчика у министра обороны России тогда не было. Вы это помните? Вот сейчас ядерный чемоданчик есть у президента России и есть у министра обороны России Андрея Велоуса. Ну, дубль этих кодов. А тогда он был у Шапошникова, который не подчинялся Ельцину. Только. Но опять-таки, если бы мы остались в этом механизме, мы остались бы частью российского политического пространства. Ну да, если честно. Вообще понятие ядерного чемоданчика это некоторая, так сказать, абстракция. Все-таки 12 управление министерства, генштаба министерства обороны и министерства обороны, которые, это системы, которые, там несколько их офицеров и генералов, которые обеспечивают хранение, транспортировку и использование ядерного оружия. Ну, я для простоты говорю. Ну, я понимаю. Я просто говорю, что тогда это было не в Министерстве обороны России. Генерал Павел Грачев не имел доступа к этим кодам. Совершенно верно. А имел маршал Шапошников. Совершенно верно. Я не придираюсь. Я в данном случае просто другое хочу понять. Вот вы говорите, ссылаетесь на Швецию и Финляндию. Но Швеция и Финляндия вступали и вступили в НАТО. Именно под это даны гарантии. А Украина, не вступая в НАТО, каким образом может получить гарантию? Украина должна получить тоже приглашение в НАТО, которое получили Швеция и Финляндия. Это и есть консенсус союзников. Получить приглашение. Это то, чего я хотел бы добиться на Вашингтонском саммите НАТО. Но поскольку мы этого не увидим на Вашингтонском саммите НАТО, надо работать в этом направлении дальше. Ведь евроатлантическая перспектива Украины подтверждена на Вильнюсском саммите. И, кстати, и перед Вильнюсским саммитом она всегда подтверждалась на всех саммитах НАТО, включая знаменитый саммит в Бухаресте, где нам не дали план для членства. НАТО всегда подтверждала нашу евроатлантическую перспективу. Следствием евроатлантической перспективы должно стать приглашение в НАТО. Швеция и Финляндия вступали в НАТО, но вначале не получили приглашение. И, кстати, как вы знаете, два года Швеция ждала осуществления этого приглашения. Ну, а мы можем подождать 10 лет, например. Какая разница? Важно, чтобы в этот момент было четкое понимание того, что Россия не может нанести по нам удар. И что, если она нанесет удар, она нанесет удар не только по Украине, но по ее союзникам по НАТО. И что это состояние в НАТО не осуществляется только потому, что нет четкого политического соглашения между Россией и Украиной, и НАТО не хочет создавать таким образом новых линий напряженности. Это как жесть доброй воли, если хотите. Но и только. Скобеева оскобеялась просто полностью. С ней произошла большая беда. Скобеевой пришлось... Она рассказывала вот об этой истории, про то, что нам разрешили бить по территории Российской Федерации и попала в просаг. Она все это рассказывала, рассказывала, какой это ужас, как все это плохо, опасно и так далее. И ей нужно было как-то назвать, а куда, собственно, разрешили бить. Вот понимаете, в каком трудном положении находится сегодня любой человек, который в России про это говорит. Мы говорим, что нам разрешили бить по России. Логично? Логично. Там Шольц говорит, по России можно, скажем, Байден. А что говорит россиянину? Для них-то как бы по их конституции... Крым – это Россия, Донецк – это Россия по их конституции, Луганск – это Россия, Работина – это Россия. Ну, Работина – не знаю. Да, тоже по их конституции Россия. Получается, мы же и раньше как бы по их закону, мы как бы туда и били. И тогда не совсем понятно, а что случилось-то? Что, кто, кого, куда? Да, вопрос? Вопрос. И из-за этого у них возникает этот, не гастрактуальный аностомоз, а как это называется-то? Когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс. Потому что а как называть то, куда теперь нам разрешили? И Скобеева, мне кажется, совершила страшную политическую ошибку. Она сказала, разрешили бить, разрешили наносить удары по исторической территории России. То есть, понимаете, то вот где Москва и вся вот это, что у них там, Урюпинск, это Рязань, это историческая территория России. То, куда нам разрешили теперь. А значит, получается, Крым как бы не историческая территория России. Ну, она же новая Крыма. А Путин, наоборот, говорил, это наши исторические земли. Получается, Скобееву попало прям по полной программе. Что значит по исторической территории России? А Крым не историческая, да, получается? Никакой корсуньи уже не было, все, до свидания, охрана, отмена. Мне кажется, я их поймал на фразе «историческая территория России». Вот пусть теперь выкрутятся. Посмотрим, какой термин-то они сочинят вместо этого. Ну, по какой территории нам разрешили бить? Понимаете? Юридическую коллизию в головах россиян. Ну, пока Скобеева разбирается, где тут какая историческая территория. Мы начали хорошенько уже бить по Белгородской области. Они постоянно рассказывают россияне, что мы попадаем в какие-то мирные автобусы. Причем почему-то все время в автобусы. Вот мы какие-то маньяки. Мы каждый день бьем по автобусам, автобусам, автобусам. Вот сейчас какой-то автобус ехал из Шибекина, другой в Шибекина. Оба мы разбомбили к чуку. Куча убитых и раненых. Но это те самые автобусы, те самые, которые под видом гражданских автобусов являются передвижными командными пунктами. Или, ну, командными пунктами, про которые Шольц сказал, что их можно уничтожать на территории Российской Федерации. Они маскируют это под гражданские автобусы. Поэтому, если вдруг гражданские люди погибнут в Белгородской области, виноваты россияне. Это они, нарушая правила ведения войны, маскируют свои командные пункты под гражданские автобусы. А вот один случай произошел совершенно забавный, прямо юмористичный. С жителем одной Белгородской области звали этого человека Андрей Алексеев. И вот что случилось. Андрей Алексеев испугался наших обстрелов и бежал из Белгородской области. Бежал он в Тверскую область от наших обстрелов. В Тверской области он ехал себе на машине, но навстречу ему приехал танк. Танк раздавил машину, раздавил Андрея Алексеева, и танк скрылся с места происшествия. Танк скрылся с места происшествия, приехала военная прокуратура. Как говорило, вообще прокуратура или там гаишники приехали, гаи возродили. Смотрят, расключенная машина этого Андрея Алексеева вместе с Андреем Алексеевым, из которой *** из этой машины, потому что бежал из Белгородской области в Тверскую. И они стали расследовать. Типа, это же как, как этот, господи, ну, ты уна по гаубарах, как по-русски называется. Типа, авария, когда ударил и смылся. Я не знаю, есть ли такой термин юридический в русскоязычном чём-то поле. И помните, как во всех детективных фильмах, так, теперь нам нужно искать машину, на которой следы будут красной краски, вот это всё. И тут они такие, а какой тип машины такой? Ага, этот, Т-72. Т-72 со следами Хюндая на гусеницах, вот что-то такое. С намотанным на гусеницах Хюндаем они сейчас разыскивают. Вот такой произошёл забавный случай в Тверской области, но что забавно, вдова этого Андрея Алексеева записалась на приём к губернатору Вячеславу Гладкову и едет в Белгород, сообщили российские СМИ. Это она что будет там делать? Пытаться выкупить с гусениц это самое, вот это всё, останки Хюндая? Зачем записываться на приём к губернатору, который убил её мужа? Я не могу понять. Это губернатор убил её мужа, разрешив использовать территорию Белгородской области как военную базу, разрешив ездить там танком. Ну, сори. Ну, хорошо, переходим к совсем хорошим новостям. Это были такие новости так себе, кровавые, кровавые новости, а сейчас хорошие новости. НАТО разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику в случае крупной наземной войны с Россией в Европе. То есть ребята готовятся по-настоящему. НАТО готовится к войне с Россией. Об этом сообщает телеграф, британская газета «Дотелеграф» со ссылкой на свои собственные источники. Значит, то есть сейчас в НАТО готовят план нападения на Россию, если война развернётся. И телеграф опубликовала прямо план, ну, она опубликовала словесный, а мы, естественно, пойдём по карте. Помните, были такие времена в начале войны, когда некоторые спикеры говорили, ну, давайте пойдём по карте. Я подумал, я же завидую славе этих людей. Давайте пойдём по карте. Понятно? Сейчас, секунду, пойдём по карте, пойдём. У меня тут петухи, петухи, на закающие. Итак, значит, давайте пойдём по карте. Пойдём простым логическим путём. Итак, если верить в газете «Телеграф», вот она, карта мира, я так понимаю. Отсвечивает, к сожалению, отсвечивает. Ну, хотя бы свет есть уже хорошо, а то в темноте вообще ничего не увидели. Итак, если я буду наугад. Значит так, первое. Первое, значит, в части выдвинулся через Швецию и Финляндию к западной границе Российской Федерации. Это Финляндия, Швеция, вот сюда. Группа армии, группа армии север, американский, выдвинется с севера, прямо из Швеции и Финляндии на Санкт-Петербург. Дальше. Через Германию и Польшу к Белоруссию. Это вторая армия США. Вторая армия США через Германию и Польшу. Где тут Германия? Это Франция. Вот Германия. И Польша, и Белорусь на Москву. Москва, Смоленск. Дальше. Черт, жалко, что так мелко все, да? Ничего не видно. Но ничего. Через Словакию, Хорватию и Венгрию к Украине. Это мы с юга будем. Они будут заходить с юга. Словакия. Словакия, Хорватия и Венгрия. Это значит, Хорватия, это вот здесь на моречке. То есть вот так. И через Украину этот удар будет сюда. Будем отрезать им Кавказ. Отрезать российский Кавказ. Дальше. Через Болгарию и Румынию к Приднестровью. И тут не совсем понятно, зачем нам Приднестровье. Там же, собственно, 2000 солдат. Но, ладно, это такая небольшая будет стрелочка группы армий юг. И, наконец, через Турцию, Болгарию и Румынию в сторону Одессы. То есть вот отсюда, с юга, из Турции, выдвинется группировка вот сюда. Я считаю, что этот план, ну, для начала неплох, видите? Для начала мы так захватим западную часть Российской Федерации. Но в целом он меня не очень устраивает. Мне кажется, что газета «Телеграф» и вообще, если в НАТО меня сейчас смотрят, я должен объяснить вам, смотрите. Видите, Россия, она здесь не заканчивается. Россия нигде не заканчивается. Россия – это все вот это розовое мерзкое пятно. Поэтому вам надо еще из Японии, значит, вот сюда на Владивосток – это раз. Второе. В Антарктиде, с Северного полюса, ну, туда, с Камчатки, с Аляски, с Аляски. Вот сюда на Норильск пойти, на Норильск. И, я думаю, из Монголии в это же время выдвинуться на Урал. Вот тогда вот такой это план Шетельмана. Вот, видите. План Шетельмана войны с Российской Федерацией. Я для чего его нарисовал? Ну, чтобы, во-первых, было наглядно и понятно, как нужно вести войну. И чтобы, если у вас есть связи хорошие в штабе НАТО, то, пожалуйста, скажите, что у Шетельмана вот план есть, а то у них явно в газете «Телеграф» он совершенно, как мне кажется, недоработан. Поэтому это моя помощь. Моя добровольная помощь НАТОвскому начальству. Тем более, что Байден нас расстроил, расстроил своей непоследовательностью. Байден выступал и сказал, что он против нотовизации, господи, нотозейшн, слово-то какое, нотовизации Украины, да, нотовизации Украины, интервью журналу «Тайм». Он говорит, да, говорит, мир в Украине означает гарантировать, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину. Это вот обязательно, говорит, условия мира в Украине. Но членство в НАТО для этого не является, по мнению Байдена, необходимым. Мир выглядит, как обеспечение того, что Россия никогда, 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 никогда не оккупирует Украину. О, знаете, что мне это напоминает? Помните, был такой фильм? Я его, честно говоря, сам только совсем маленьким ребенком смотрел. «Этот безумный, 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 безумный мир. Американская комедия». Вот так Байден говорит, Россия никогда, 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 никогда не оккупирует Украину. По-моему, говорит такой этот безумный, 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 безумный план без вступления в НАТО. А как она не оккупирует нас, если мы в НАТО не будем? Конечно, оккупирует. Если сама Россия сохранится, конечно. Если вот этот план мой не сработает. Вот так выглядит мир. И это не означает НАТО. Это не означает, что они являются частью НАТО. Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но я был тем, кто говорил, что я не готов поддерживать нотализацию Украины. Странная вообще история, как это не был готов. А 13 июля 2023 года, город Хельсинки, Финляндия. Значит, Байден, прямая речь Байдена. Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны. В то же время сейчас стоит вопрос не о том, станет ли Украина членом НАТО, а потом о том, когда она станет. Это Байден говорил год назад. А через год уже как бы отказывается от нотализации. Пусть знает, что нам обидно. Мы догадываемся, я честно вам скажу, опять сейчас уже на серьезных шахтах, что Украина не вступит в НАТО во время войны. Украину не пригласят в НАТО во время войны. Не пригласят. Не надо на это рассчитывать. Более того, когда Украина будет вступать в НАТО, Байден не будет президентом США, потому что максимум он будет до 2028 года, а мы вступим позже. Позже, в любом случае. Даже в случае тотальной победы, мы вступим позже. Потому что в чем прав Байден? Он говорит, ну там тотальная коррупция, то все и так далее. Ну ты прав. Коррупция есть. Это еще надо будет победить. Но передайте Байду, ну кто там рядом сидит, что нам обидно было это услышать, что он так и решил вдруг изменить свою позицию. Переживать по этому поводу не стоит. Я сразу вам говорю, дорогие друзья, хоть вообще никак не отразится на реальности вступления в НАТО это заявление. Просто никак не отразится. Я был сделан такой заявлений, исходя из своих всеиминутных предвыборных интересов. Но просто нам обидно. Это все, что я хотел про это сказать. Вот сбылось мое одно маленькое предсказание, что следующим этапом, после того, как нам разрешат бить по территории Российской Федерации, следующим этапом, на что мы начнем раскачивать по серьезному Запад, будет то, что мы начнем раскачивать его на тему, чтобы западные военные, военные НАТО, сбивали ракеты и дроны над территорией Украины. И действительно, вот вам, пожалуйста, значит, колонка в газете Die Zeit вышла, немецкой. Zeit в то время, по-моему, да? Да, и посол Украины в Германии Алексей Макеин говорит, что идея закрытия неба над частью Украины силами ПВО западных соцедей очень актуальна и совершенно не должна выглядеть красной линией. Он напоминает, что идея закрытия неба над Украиной западными системами ПВО звучала еще в первые недели войны, но тогда партнеры были категорически не готовы. Однако же, говорит, ну вот есть же пример, когда Иран напал на Израиль, и все преспокойно сбили иранские беспилотники, иранские баллистические ракеты, и ничего, никто ухом не повел, в чем проблема-то? Западные государства сбивали те же иранские дроны, которыми Россия ежедневно убивает украинок и украинцев. Ну, логично как бы, почему нет-то, почему не сбивать? И западные союзники не переступают какую-то критическую линию, не объявляют войну России. Ну, посол абсолютно прав, ведь сбивать они будут это все над нашей территорией, это уже наши, они летят в нашу территорию без разрешения. Мы им не разрешали здесь летать, поэтому мы имеем право делать с ними все, что угодно, и звать кого угодно в помощь по этому вопросу. Ну, посол, естественно, разъясняет это с точки зрения международного права. Если сейчас остановиться и отказаться от дальнейших шагов, станет очевидно, что путь пройденный до этого, вел бы никуда, и мы окажемся нигде. Российский ответ уже озвучен, границы России нигде не заканчиваются. С юридической точки зрения, пишет посол, все очевидно. Все остальное – это вопрос политической воли, лидерства принятия того факта, что Европа уже находится в состоянии войны. Ну, дальнейшее все рассказывать не буду. В целом, верю, что это произойдет. Думаю, возможно, даже в рамках инициативы по защите нашей энергетики, потому что россияне зачем стреляют по западной части Украины? В основном по энергетическим объектам. И чтобы их защищать, Европа может начать сбивать эти ракеты. Да, нашим снова придется выдержать еще несколько месяцев. Это не завтра, это несколько месяцев раскачки, как несколько месяцев раскачивали тему под названием «Разрешите нам бить по Российской Федерации». То же самое сейчас будет. И, кстати, вот вам хороший пример, почему посол прав. Вот разрешили бить по территории России, а Шольц так переживал, потому что я и немцы против, а немцы уже за. Вот опрос проведет. 49% немцев считают, что Украине следует позволить использовать западное оружие для атак на базы в России. И только 44% считают, что нет. 49% за, 44% против. То есть большинство немцев считают, что да, нужно разрешить, ну, собственно, то есть правильно, мол, Шольц разрешил Украине бить по территории Российской Федерации. Забавная деталька такая в этом опросе, что, помните, была когда-то восточная Германия ГДР, западная Германия ФРГ. Вот насколько долго русский мир удерживается в головах людей. Восточная Германия исчезла 33 года назад. Даже, может, больше. 34. Ну, чуть раньше, чем появилась Россия. И до сих пор сейчас, вот если в западной Германии 52% за то, чтобы дать нам оружие, то есть в целом 49% в среде, 52% по западной Германии за то, чтобы дать нам право бить по России. А в восточной Германии только 30. То есть то ли там все сплошные агенты штази, то ли настолько они перезомбовали этих немцев восточных, советские агенты, что вот настолько они теперь так странно рассуждают. Ну, странно же. Странно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok